Всем привет дорогие друзья, вы смотрите канал ChinaGadgets и сегодня у нас довольно необычное видео, думаю многие задавались вопросом безопасности своего жилища или же просто хотели бы всегда знать что происходит у вас дома пока вас там нет, ну или же например вы в поисках системы видеонаблюдения для своего небольшого предприятия, магазина и тому подобного, то сегодня мы как раз таки поговорим о такой интересной штукенции. Ко мне на обзор попала новенькая система видеонаблюдения с поддержкой 4К видеосъемки по крайне хорошей цене, модель получила название HFW Vision 4К. Кстати как всегда приобреталась система на Алиэкспресс в официальном магазине по хорошим скидочкам, благо купоны и промики магазин раздает довольно частенько, да и по факту сама по себе система если сравнивать с конкурентами стоит небоснословных денег, все вполне адекватно. Тут же подмечу что доставка осуществлялась со склада в России и ко мне в Тихорецк, то бишь в Краснодарский край посылка шла около 4 дней. Так что выбираем нужную модификацию, жмем на доставку из России, кстати доступны модификации от 2 до 8 камер, также можно сразу взять жестким диском, у меня на руках кстати модификация с 4 камерами и жестким диском на 2 терабайта. Система приходит в довольно увесистой коробке, открыв которую мы встречаем конечно же пару коробочек поменьше, количество коробок зависит разумеется от выбранной вами модификации. В целом скажу так, запакована адекватно, пострадать при транспортировке система не должна. В плане дизайна самой коробки конечно же ничего выдающегося тут нет, коробка от камер и проводки вообще не имеют никаких опознавательных знаков, но в принципе это и не критично. Сама же база идет в более веселой упаковке. Открыв ее мы увидим сам центральный блок, набор инструкций с наклейками и еще один коробок поменьше, внутри которого находится мышка, блок питания, пульт и кабель HDMI. Ну и в остальных коробках уже проводка камер, длина кабеля составляет 20 метров, ну и разумеется сами камеры. Конечно же защита от попадания влаги, пыли и другого вмешательства, но без фанатизма разумеется, например под водой их устанавливать нельзя. Но вот дождь они выдержат вообще без проблем. Есть еще одна подобная система, проверено знаем. Что по температурным перепадам, камеры спокойно работают например при минус 15 по заявлению производителя. На практике они работают при минус 20, к сожалению, но на Кубани проверить в более экстремальных температурах не получится. А также кстати производитель заявляет о полноценной работе и при плюс 60 градусах. Сама камера идет в металлическом корпусе, имеет 3,5 мм линзу, два фонарика с обычной белой подсветкой и два фонарика с инфракрасной подсветкой для съемки в кромешной темноте. Кстати, камера использует инновационные Starline линзы собственной разработки, которые помогают лучше видеть в кромешной темноте. Плюс, как я уже сказал ранее, камеры могут снимать в 4К разрешении. В целом, качество вполне себе достойно, как для камеры видеонаблюдения. Разрешение фото составляет 8 мегапикселей, против например 5 у большинства конкурентов. Например, будет куда больше шансов разглядеть номер подъезжающей машины и тому подобное. Камеры имеют поддержку обнаружения движения и запись только по детектору этого самого движения, чтобы экономить память на носителе. С возможностью моментального оповещения по электронной почте. Кстати, через приложение можно сразу отсматривать, что происходит у вас на объекте, так сказать, в режиме реального времени. Сама камера идет на шарнирном креплении, провода непосредственно при монтаже можно спрятать. Ну а далее мы просто подключаемся к основному блоку, так сказать, мозговому центру. К нему уже подключается кабель Ethernet и все камеры по очереди. Как я уже сказал ранее, поддерживается подключение до 8 камер одновременно. Также есть разъем для подключения питания, разъем HDMI, аудиовыход VGA и два USB порта для мышки и другой периферии. На лицевой стороне блока, кстати, также есть USB разъем и LED индикаторы записи и работы. Открыв блок, мы найдем платы. Кстати, на удивление, все тут довольно компактно. Много свободного пространства, поэтому перегреваться система уж точно не должна. Плюс повсюду есть отверстия для вентиляции. Как я уже говорил ранее, я брал версию с жестким диском на борту, брал на 2 терабайта. Так, для связки из 4 камер это будет, ну, предостаточно. Если берете, например, на 8 камер, уже стоит присмотреться к более крупному объему накопителя. Либо придется ограничиваться по времени записи или снизить качество с 4К до Full HD или HD. Все режимы записи можно непосредственно установить в интерфейсе. Подключаем блок по HDMI или VGA к любому монитору или ТВ и попадаем в этот самый интерфейс. Тут, опять же, все до боли знакомо с интерфейсами многих других систем видеонаблюдения. Думаю, те, кто шарит в данной теме, меня сразу же поймет. На самом деле, все подключается, настраивается довольно просто. Выставляем качество, прописываем свою почту, на которую будет приходить уведомление о движении, подключаем интернет и так далее. И все, мониторим за происходящим. Переключение камеры осуществляется мышью, все, опять же, понятно. Для большей ясности тут также предусмотрен и русский язык. Что по качеству, то, как я уже сказал, системам видеонаблюдения потихонечку выходят на новый уровень. Качества опросов нет, если сравнить ее с львиной долей подобных девайсов, эта система действительно дает неплохую адекватную картинку, как при съемке днем, так и в ночное время. В общем, если вдруг возникнут какие-либо вопросы, обязательно пишите в комментариях под этим роликом. Постараюсь ответить всем. Все ссылочки с самыми лучшими ценами на данную систему видеонаблюдения вы, как всегда, найдете в описании под этим видео. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку, видеолайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok